Ну, что еще? То, что сегодня мы хотим, чтобы в Армении был создан банк данных по армянам. Банк данных с тем, чтобы мы могли восстановить генетическую картину исторической армении. Вот я опять же предложу такие доводы, что нам очень трудно, если не невозможно, а в любых случаях это просто практически невозможно, даже теоретически, проводить исследования на большей части территории исторической армении. Мы не можем проводить археологические раскопки ни в Аны, ни в Берзуруме, ни в Газе, нигде. Нам не позволяют скрывать могильники, ну, я имею в виду, с точки зрения изучения могильников на территории Западной Армении. Сегодня мы потеряли часть Восточной Армении, я сам родом оттуда из Восточной Армении. Невозможно проводить исследования археологические, невозможно проводить исследования археологов, невозможно исследовать население, которое сегодня живет в Турции, которое, по определенной части, я не знаю, больше, чем я не знаю, в городе населения археологического генофонда. Все это невозможно. Но, возможно, сегодня на потомках, используя потомков, ДНК потомков из различных частей, различных ведомов заводной Восточной Армении, восстановить генетическую картину армян на территории исторической армении. Я думаю, что это нам под силу, и вообще мы этим занимаемся. Сегодня уже 8 территориальных групп изучено, и вот сегодня я как раз нахожусь в процессе изучения Амшена. Есть среди вас представители Амшена? Сколько человек? Раз, два. Всего два человека? Ну, если вы не против, я бы вас тоже пригласили к участию. Заведу одну минуту. Пожалуйста, я не говорю. Ну, не сейчас. А, пожалуйста. Пожалуй, все. Если есть вопросы, я отвечу. Я у меня, да, пожалуйста. Да, да. Некоторые ученые, даже армянские ученые, говорят, что в городе, что Бакиштин, в общем, создал в свое время, или были, они не предки армян. Не может возникнуть армянское царство сразу после развала. Нет. Ну, не может быть. То есть до этого должны были быть предпосылки. Предпосылки могут быть только одни. Что большая часть населения, как раз, создала после развала, после северции этого государства, создала армянское государство. Большая часть населения. То есть население было все-таки доминантным с точки зрения небольшой численности. Поэтому заключение только чисто логическое, умазанное, но не более. По нашим данным, когда мы используем данные примерно двух тысяч, пока не трех тысяч, двух тысяч армян, получается, что, так сказать, истоки зарождения, не я, то есть появление того минимального количества людей, которые могли быть в основе зарождения армянского народа, это примерно три с половиной четыре тысячи лет нашли. Примерно этот год. Опять же я прошу иметь в виду следующее, что по данным зарубежных авторов, исследующих происхождение языков индоевропейской семьи, армянский язык отделился от общей ветви, от общего ствола индоевропейской семьи, примерно семь с половиной тысяч лет тому назад. Все даже международные авторитетные историки признают, что армянский народ коренной аборигене. А вот приходит по исследованиям генетики, что всего в Восточной Армении, по вашим данным, всего какой-то 25 или 40 процентов армян генетически являются. Давайте я еще раз уточню. Я сказал следующее. В Восточной Армении 40 процентов кинофонда это от тех людей, которые впервые пришли на эту территорию. То есть палеолит. Это примерно 30-40 тысяч лет тому назад. Как только человек появился на территории Ближнего Востока и стал осваивать близлежащие территории, так вот 40 процентов это примерно оттуда пошло. То есть это первые пионеры, которые вошли туда. Это очень много. Это очень много. А остальное? Остальное где-то еще 30 процентов. Да. Откуда это? Из Ближнего Востока. Где? Представьте себе. 10-12 тысяч лет тому назад, когда появилось земледелие, когда увеличилось количество народа, когда плотность увеличивается, народ разбегается в разные стороны, так поскольку всем не хватает места. Но это генетически... Это не армяне, конечно. Не генетически, не армяне. Они не армяне. Да вообще говорить смешно на эту тему. Он вообще не говорит, что... Я не говорю армяне. Я говорю, армяне это 5 с половиной тысяч лет тому назад только-только были истоки. Посмотрите, сегодня мы можем гордиться тем, что у нас 40 процентов генофонда это палеонетическое, примерно 30 процентов генофонда это неолитическое, неолитическое. И остальное передвижение были всегда. И сегодня есть передвижение. Правда, они ограничены в силу границ. Но мы себя преимущественно можем считать аборигенным народом. Это очень хорошо. И поэтому Армения является таким привлекательным объектом с генетической точки зрения для зарубежных коллег. Меня очень много просят с тем, чтобы я давал им доступ к моим данным. У меня 3000 образцов для ингредиентов. С тем, чтобы я делился со своими коллегами зарубежными. Поэтому это очень хорошие цифры. Это прекрасные цифры. Сегодня очень мало людей на планете могут похвастаться тем, что они на этой территории, или какая-то 40 процентов генофонда, является аборигенным, коренным. Есть такой регион, где процент выше абориген? Я думаю, что самый высокий процент все-таки в тех регионах, но я могу просто делать эти самые, для вас отключения на этот счет, в тех регионах, которые находятся в предгорных местностях, которые недоступны для заваривания. Ведь самая недоступная местность у армян, это Карабах и этот самый, и Сюник. Которые никто не мог забыть? Конечно. Вы знаете, что миликства существовали там чуть ли не до 19 века. Маши бабушки были не троганы. Конечно. По поводу наличия в армянском генофонде чуждых. Да, это я забыл сказать вам. По поводу этого мы провели. Дело в том, что у каждого народа существуют еще специфические мутации, которые закрепились у них в результате изоляции. Есть так называемая монгольская мутация. Ну так мутация она называется. Она возникла примерно около 3,5 тысяч лет назад на территории Монголии. Очень известная среди специалистов мутация. Ее в кавычках называют монгольская. Так вот, эта мутация, она очень сильно распространена по всей России, аж доходит до этого самого, до прибалтийских республик. Она доходит до Калмыкии, доходит до Монголии и теряется в этом самом. В Афганистане ее нет. Нет этой мутации в... Ну, в Тибет я не смотрел. Нет ее в этом самом. В Иране ее почти нет. Почти ее нет. В Армении ее нет. И нет в Грузии. В Азербайджане она есть. В Турции она есть. Почему? Да потому что носители ее были тюркские племена, тюркоязычные племена. Казахстан тоже... И еще у армян, значит, мы исследовали эти 200 тысячи, тысячи пока в стадии исследования, анализа генетического. Мы не нашли ни одного случая этой мутации. Мы не нашли ни одного случая специфических мутаций арабских. Мы не нашли специфических мутаций, связанных с Огрузами. Мы не нашли это. Но это не значит, что их нет. Может быть, они есть. Но просто из двух тысяч настолько низка частота этих мутаций, что мы исследовав 2 тысячи, не нашли. То есть вероятность того, что исследовав 20 тысяч, она примерно та же самая. Может быть, 200 тысяч мы исследуем, мы найдем одну, две, три мутации. Но это показатель того, что армяне сумели в течение своей долгой истории все-таки сохранить вот эту... Поскольку у нас существовало огромное количество барьеров. Это язык. Это, конечно, в условиях окружения мусульманами, христиански. Это всегда препятствует. Если в различных странах, а мне приходится по долгу работы, ездить в наши сопредельные страны, в арабские страны и чаще всего в Иран, я вижу, что армянские женщины выходят замуж за иранцев, выходят замуж за арабов. Но они не принимают. Но никогда, никогда... Только один случай я знаю, когда армяне женаты на арабской женщине, девушке, но и то с этой самой, марониде. То есть они христиане. То есть у нас, как правило, мы не берем жены из других религий. Наши женщины уходят, они редко в другую религию уходят. Они тоже не берем, может, чтобы они не выходят. Я скажу, в Армении у нас очень редкий случай, буквально на пальцах посчитать, когда армянские мужчины могли жениться на девушке с мизицкой. Ну, я знаю два случая.